Я думаю, мы можем теперь приступить. Меня зовут Максим Николаев, я руковожу направлением науки о танках и веду на факультете фактистику и первую часть машинного обучения. Я сегодня буду ведущим нашего онлайн-лядка этой дверей. И сейчас позвольте мне пару слов сказать о том, что у нас вообще будет. Значит, вначале Виктор Александрович Петров, который у нас сейчас заместитель декана, но летом уже станет деканом, скажет приветственное слово. После чего у нас будет презентация программ, и потом желающие поступить в магистратуру смогут в отдельную комнату отделиться. Затем мы представим вам наших замечательных студентов. А не немножечко после этого расскажем про правила поступления, и потом будем отвечать на ваши вопросы где-то до 18 часов. Так, ну давайте потихонечку начинать. Виктор Александрович, вам слово. Так, добрый день, коллеги. Ну, надеюсь, будущие коллеги. Вот, у нас в этом году небольшой юбилей. У нас будет десятый набор на программу математика. Да, вот, ну и с каждым годом мы становимся все лучше и лучше. Вот, но я надеюсь, что вы этому поспособствуете тоже. Вот, ну и по программам математика у нас тоже есть еще и другие замечательные программы, о которых, значит, вот, соответственно, расскажут представители этих программ. Вот, я надеюсь, что вам у нас понравится. Спасибо. Да, вам тоже спасибо, Виктор Александрович. Сейчас, прежде чем, ну, вообще вопросы по всему на свете у нас будут немножечко попозже, а пока мы дадим возможность представиться нашим студентам, которые пришли на этот день открытых дверей, чтобы у вас была возможность спросить о студенческой жизни, в общем, не только у нас, но и, собственно, у самих студентов. Вот, и с нами Николай Степанов со второго курса современного программирования, Анна Жанцева со второго курса наукоданных и Глеб Жданко и Артема Лёшкова с четвертого курса математики. Давайте подойдите, 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 дадим вам возможность пару слов про себя рассказать. Давайте так и начнем. Николай Степанов, вам слово. Всем привет, меня зовут Коля. Я родился в очень раннем возрасте, прожил всю свою жизнь в Питере почти. Учился в 30-м физико-математическом лицее, участвовал в Куча Олимпиад, в общем, учился хорошо по самым разным предметам, но со временем, ближе к 11-м классу, я фокусировался на информатике и в 11-м классе я стал призером Всероссийской Олимпиады по информатике. Поступил на МКН, проучился два года, успел постажироваться, пережить четыре тяжелейших и интереснейших семестра. Три часа назад сдал досрок по ОЛГОСам. Вот я здесь, готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. Николай, большое спасибо. Я уверен, что к вам будет масса вопросов. А теперь давайте дадим слово Ванне. Всем привет. Меня зовут Казанна Ивановна. Я, как уже сказали, учусь на науке Казанна. На втором курсе поступила по Олимпиаде высшая опроба. Я выбрала эту программу, потому что хотела и заниматься математикой, продолжать, и изучить что-то более прикладное, вроде программирования. Ну, вот как-то так здесь оказалось. Я сама из Кирова училась в обычной школе, но занималась на кружке по математике. Соответственно, участвовала в Олимпиадах. Ну, и вот какие-то успехи там в этой области были. Вот насчет программирования. Я только сдавала игры по информатике. Особо в школе никак больше этим не занималась. На первом курсе в связи с этим с чем-то было полегче, что уже было знакомо с чем-то посложнее, и приходилось с нуля вместе с одногруппниками все это узнавать. Но все сложилось хорошо. И вот уже почти два года учусь здесь. Я, кстати, живу в общежитии. Наверное, не все студенты здесь живут в общежитии. Но вот я одна из тех, кто сможет позже ответить на вопросы по этой части и даже показать обстановку изнутри. Так, Анна, спасибо. Глеб, вам слово. Всем привет. Я студент четвертого курса с программой «Математика». Я поступил на математику по ЕГЭ. У меня так получилось, что у меня было достаточно баллов, чтобы попасть на программу. Но моя олимпиада была не в перечне МКНа, но она была в перечне каких-то других факультетов, поэтому мне посчастливилось попасть на общагу на Васильевский остров. И это очень круто, потому что ездить из Петергофа – это не очень удобно. У нас некоторые одногруппники жили в Петергофе, и им было очень тяжело. То есть они дратили около часа в одну сторону дорогу, и это, наверное, сказалось на их учебе. А что я могу рассказать? Я проходил стажировку в прошлом году в лаборатории теории игр. Это от высшей школы экономики здесь, в Петербурге. У нас на факультете я читал курс Александра Нестеров в теории игр, и он пригласил меня в свою лабораторию постажироваться. Мне очень понравилось, и я сейчас пишу диплом по теории игр и экономике. И вот мне, в принципе, все нравится. Я доволен учебой. И, как сказал Федор Петров, что самое важное – это, как я выделил себя на МКН – это общение и окружение. Здесь собраны одни из самых сильных ребят. Ну, в математике это точно. И вот мне посчастливилось собрать вокруг себя классных, таких сильных людей, которые постоянно что-то изучают. У нас у всех разные интересы, и это довольно-таки весело – собираться вечерами, ну, либо в общежитии, либо в институте и обсуждать какие-то математические темы. Или, наоборот, что-то такое абстрактное, допустим, физику или какую-то философию. Спасибо. Глеб, большое спасибо. И по Артем вам слово. Всем привет. Меня зовут Артем. Я тоже студент четвертого курса, тоже с математики. Я сейчас уже дописал диплом. Я занимаюсь теорией узлов, написал диплом по ней. Я встретился, работал с Андреем Валерьевичем Малютиным. Я встретился с ним на третьем курсе. Мы начали с ним вместе работать. И вот я познакомился… Ну, в общем, у него есть большая группа студентов, с которыми он работает. Я познакомился с его аспирантами и активно вместе с ними работал, общался. И, как ты заметил, Глеб и Федор Владимирович – это одно из самых важных аспектов математической жизни – общения с другими студентами, аспирантами и профессорами. Вот я участвовал, посещал много достаточно семинаров и дополнительных лекций в Санкт-Петербурге. И участвовал во многих математических школах за эти четыре года. Так что вот я могу про это все рассказать. Ну, еще я тоже живу в общежитии и тоже могу рассказать, как тут все устроено. Вот. Спасибо. Так. Всем большое спасибо. Так. Ну, все тогда. Большое всем спасибо. Большое спасибо нашим студентам, что вы пришли и рассказали. И большое спасибо вам, остальным слушателям, что пришли. А, только большое спасибо Елене. Большое спасибо нашим, значит, Федору Владимировичу и Виктору Александровичу. Вот. И да, большое спасибо всем остальным, что пришли. Спасибо.